Ее появление загадка даже для историков. В Казани нашли дорогу призрак. Много лет она была скрыта в лесах и оврагах. Съемочная группа вестей изучила направление пути. Выяснилось, что 70 лет назад столицу Татарстана с Бугульмой должна была связать железнодорожная ветка. Правда, строительство остановилось уже на насыпи. Почему этот путь без конца узнавала Эльмира Заляева. Бетонные кольца, фигурные арки и таинственные проходы под землей. Для детворы села Акишту под Казанью это просто место для игр. Но если внимательно вглядеться в пригорки, то можно легко увидеть очертания дороги. Местные жители уверяют, если бы не война, тут ходили бы поезда. Но у краеведов такие факты в истории вызывают сомнения. Даже на снимках немецкой разведывательной аэрофотосъемки, которая проводилась над городом у нас здесь в Казани, где в частности самолетостроительный завод, обозначены все до мельчайших подробностей. Я смотрел аэрофотосъемку в районе Дербышек. Там ничего не указано по поводу этой железной дороги. И действительно отметок на карте и в истории эта дорога не получила. Сейчас даже сложно найти упоминания о подобном транспортном плане. Но все же сохранились скупые выдержки из газетных статей, где рассказывают, как прокладывали железнодорожную ветку. Слова журналистов отражаются и в воспоминаниях местных жителей. Где поселок Дербышки шли, вот так шли. Как у них видно план был, родители говорили, Бугульма, Бугульма строится. Вот этот враг, он так вот идет. Вот они сравнивали, где этот, как там вот туннель-то делали. Это была долина, они, наверное, вот срезали и ее тут, как говорится, делали. Прокладывали дорогу, говорят, всем Татарстанам. Для рабочих специально строили дома. Сначала взялись за насыпь. Железнодорожные пути должны были связать Казань и Бугульму. Такая ветка уже была, но в объезд. Новый путь обещал быть короче. Старт брали от Дербышек, дальше по оврагам и лесам. Отстроили 354 километра. Свет в конце туннеля этот масштабный проект так и не увидел. Почему строительство железной дороги решили приостановить? Ответы на это нет даже до сих пор. И, как рассказывают местные жители, вместе с идеей соединить Бугульму и Казань в этих местах похоронили тысячу людей, причастных к этому процессу. Чтобы лишних вопросов уж точно не возникало. В 1942 году стройка опустела. Отошли строители до деревни Конь. До конечного пункта не дотянули всего немного. Но уже после окончания Великой Отечественной войны 350 километров насыпи превратились в дорогу призрак. Даже в учебниках истории. Эльмира Заляева, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан. Продолжение следует...